Воскресенье Меня хорошо слышно? Да Спасибо Христосу за молитвы, советы, которые вы давали Вы знаете, что у нас все записывается, в интернет выставляется, вы не против? Нет, я не против Я слушаю, говорите Да, Игнатий Тихонович, я хотела спросить насчет лагеря Вы говорили, что можно будет приехать помочь летом Да А с какого числа он начинается? Как? С какого числа он начинается? 10 июня, думаем, заезжать Он не будет называться лагерь, а мы приобрели дома Это оттуда приглашают людей, а все остается так же И занятия будут в лагере в том же месте, распорядок, все остается тоже Только уже будем в настоящих домах жить Так, хорошо Вот, если я хочу приехать помогать и вы благословляете, то мне к какому часу лучше быть? Ну, если к 10 как раз и будет, вместе с заездом Потому что у нас будут по разным домам И в каждом доме, чтобы кто-то взрослый там был В прошлом году, помнишь, был Егор из Канады? Да Написал отец его? Опять просится И с ними вместе приедут еще две сестры Одной там, кажется, 13 лет, вот такие уже большие И, может быть, с ними будет мама даже Так что, видишь как Очень милый святой мальчик, помоги им Господь Потому что это, конечно, накладно ехать издалека всей семьей Там кто-то у вас есть, кто-то шум создает? Да, я уже отключила Вот Так Вот Я бы могла помогать на кухне Вот В трапезной А занятия с детьми, что-то я уже боюсь проводить Ну, вообще, я еще не понимаю Сейчас перевозчик меня Говори чуть смелее, а то не очень хорошо слышно Погромче говори Хорошо Так Ну, вот я говорю, что Я могу помогать на кухне Готовить А занятия с детьми я боюсь проводить Она боится проводить занятия с детьми А что бояться-то? Что бояться-то, если знаешь, что я говорю Мы же не составляем какой-то доклад Перед президентом Простым языком Как говоришь Евангелие тебе известно Ну и У нас больше-то мы разбираемся по жизненным ситуациям Чтобы Евангелие заговорило с человеком Знать содержание Это один вопрос А другое Увидеть сходство где И найти уже готовый ответ Ответ от Бога У меня совершенно другая задача стоит Не просто голову ему развить Чтобы он А именно он увидел Вот это событие Я его должен теперь посмотреть Как она одобряется Богом или нет Подобное событие там-то было оно Вот они обзывали Елисея Уходи, Плешивый И вышли две медведицы И сорок два ребенка задрали Сорок два Они устроили им сорок два Абакана Знаешь что такое Абакан означает-то? Да, конечно Ну вот это Так это я и говорю Сорок два Абакана Ребятишек И это им показать Как дорого обходится Бранное слово В отношении старших И верующих То есть вот в этом весь смысл А если этого не знают Он как будто бы Слышал, знает А на самом деле Внутрине не пробивается У меня племянник Ну он слышал А потом передают Приехал там еще один И он что-то на него разобиделся Другому дает палку и говорит Ударь его по голове Он говорит А ты что, мне нельзя Я верующий Палку дает ему Ты его ударь А я верующий Вот так получается Дома сидит царь Людей посылает воевать В чужую страну Говорит из этого Священное Писание увидеть Чтобы оно заговорило с нами Живо и действенно Аминь Вот я еще не так давно Начала читать такую книгу Называется Откровенные рассказы странника Да И вот Там часть первая Как он размышлял О стихах из Библии Этот странник О непрестанной молитве И искал людей Священников Чтобы ему растолковали Что они означают И один монах Посоветовал ему Молиться Иисусовой молитвой И меня это немного смутило Сначала он сказал Триста раз Читать в день Потом тысячи И сколько потом Три тысячи И так далее Как вы Вы относитесь К Иисусу Молитве Чтобы читать Одно и то же По Столько Раз По несколько тысяч Даже Как-то это Немного смущает А Господь Христос Когда рассказывал Что-то разное Он заставлял Десять раз Считать и слушать Никогда Такого момента Нигде не было Иногда встречается Дважды Псалом Давыда Тринадцатый Он повторяется В пятьдесят втором псалме Мы не знаем почему Может быть тот Псалом был утерян А ему мысль была Возобновить Слишком Злободневый был А потом тот Псалом нашелся А может быть он Настолько важен был Что он решил повторить Два раза Два Ни сто Никак И поэтому Я объясняю просто Для чего семинарии Академии нужны Для того чтобы Запутать человека И любое беззаконие Представить В чистом свете А если ты Как Ученик Христа В то время Ничего этого не было Ни семинарии Ни академии Они не были обижены Обделены А прямо спрашивали Когда Есть Вопрос Один только На который Христос не отмечал И говорит Не ваше дело Знать времена и сроки А остальное Он все им говорил Если сказал Иоанн А тебе Петру Что тебе Для того чтобы он прибыл здесь Да коли я приду Вопрос Что означает приду А остальное Все стоит на месте Оказалось что Приду означает Вернусь Уже Прославленный И накажу этот народ Речь шла об осаде Иерусалима Надо знать Не приедет род сей Как все сие будет Вопрос Что имеется ввиду Под этим родом Род сей То есть Какой вот Который перед ним Род этот Все не перемрут Как в пустыне Когда Моисей был Или Род С кем он говорил Оказывается Речь шла о христианах То есть Род христианский Не исчезнет Будет гоним Многие погибнут Погибнут телесно конечно Но они будут до конца Сие творите мое воспоминание Доколь он приедет То есть Причастие будет на земле До страшного христового пришествия Причастие То есть Будут значит священники Епископ Это в ущелье В горах Где-то будут скрываться Вот такое Простое толкование И оно Не обнадеживает Что гонений не будет А наоборот Чтоб мы приготовились В основном то Видения Сновидения Были именно об этом О благовестии И о готовности пострадать Других то Видений мы мало находим Вот явился Македонянин Павл и говорит Приди к нам Помоги нам Он понял Надо идти проповедовать А если какое видение было Видение ему было показано И дальше говорится Какая опасность его ждет Опасность А не просто бабьи басни собирать Ведь нигде Ни в одном месте Христос не говорил Что я буду вам Говорить такое Что ни один учитель Не разгадает Такого нет Мы не видим Чтобы Иоанн Затаус Толкуя Священное Писание Обходил какие-то главы И сказал Они недоступны пониманию Нет Он просто взял как ключ Что если чего нет В Писании А то мы не рассуждаем Нету Писание умолчало И не надо бояться Так и сказать Не знаю Никто это не толковал никогда Мне это и не надо Надо научиться Смирять себя На все есть ответ Давид он считаем Мы там 141 Солом кажется И он говорит Не смирял ли я души моей Как дитя тебе Отнятого от груди Когда мать ребенка От груди Отсаживает То он плащет Лишили Важного для него И так наша душа Жаждет раскрыть тайну А дальше он говорит Я не входил Великое И для меня Недосягаемое Не смирял ли души моей Я об этом говорю Потому что моя душа В это вошла С первого дня Я никогда не Не разгадывал Ничего Святые отцы сказали Просчитал Принял к сведению Мне легко ссылаться Во мне очень многие Разочаровывались Которые ждали встречи А мы думали Я говорю Зачем думать А когда святые отцы Не открыли Неужели вы сами Не можете сказать Сказать могу Но я не буду уверен Что правильно И поэтому Мне лучше промолчать Мне тайны не открыты А открыты то Что святым открыто Вот это мне открыто Я очень хорошо знаю то Что я ничего не знаю И в этом я не ошибаюсь Вот мне только сегодня Один писал Что-то разговаривает Ну на каждом шагу Говорит Идем с женой Разговариваем И вот такой вопрос Коснулись воспитания детей Узнать бы Он говорит Пришли домой Я включаю Вашу проповедь Это 1300 проповедей И включаю на том месте Где вы как раз говорите об этом Это невозможно Я включил только И вы прямо на наш вопрос отвечаете Как это может быть Один раз Другой раз Третий Четвертый Пятый Десятый Все время Да это мы рассуждали там о переезде Но я думаю Что это о переезде конечно Игнатий не скажет Ну думаю ладно Послушай Уже жилосос подключил А вы говорите Если надумал ты переезжать куда то Вот тот то Как это может быть Я не знаю А вы может знаете Нет Я никогда об этом не думал Тебе открыто Ну и во славу Божию Надо научиться жить просто Нельзя говорить Где просто Там ангелов соста До ста А люди начинают мудрить Вот что то На простых вещах Они душу губят Возьми Бердяя При них знал Павел Плоренский Ну такие мудрецы Начали дальше идти Запутались совершенно И уже софианство открыли Четвертое лицо троицы Ну и авакуум протопоп этим страдал Зачем? Никто об этом не на кону Нигде не На соборах не говорили Троицы На этом вся мудрость Это мудрость от Бога Не отдельная личность какая то Софианство София мудрость по-гречески И поэтому Какая то аудитория будет Тут Я постоянно подчеркиваю Что у меня нет никакого образования Никакого У меня ни институтов нету Ни семинарий, ни академий Как то Я повторяю иногда то что Ну вы может быть не слышали Я двадцать лет Сколько у меня восемнадцать Восемнадцать только в ИГТУ вел занятия в университете А там двадцать одна тысяча студентов И профессорский состав огромный Приходилось со всеми встречаться Кто подходил ближе Занятия какие были И очень хорошее отношение Бог дал с ректором А ректор там Академик там Скольких докторских от него получили Защитились Ну то есть Очень всемирно известный человек И говорит Вот сейчас набрался кружок один Или как сказать По договору Бизнесмены Ну над ними смеются Они вот новые русские Там Вова Ан Не Вова там Ну такие Слаборазвитые И они говорят Нам бы общий уровень как то поднять Чтобы с нами позанимался кто то Он говорит Я подумал это вам только под силу Вы готовы? Я говорю А где будут? Ну в другом корпусе А какая тема? Вы сами изберите общий уровень Я говорю Ну давайте так Я им дам содержание Библии По истории Мировое искусство включу Мировое По картинам галереи мира их проведу Ну и по событиям мира соединить все Это большая программа Ну я приготовил там фильм о нас Который снимали Тоже показать надо Пришел с Библию Ну правда знатное такие Сидят там пупки Начальники трестов Новых предприятий каких то Ну Миллионеры видать А я об этом и не подумал даже Провел несколько занятий Ректор мне говорит, идите деньги получите. Я говорю, какие? Ну вы же занятия вели, ну да. Люди очень довольны, говорит. Я говорю, никак. Ну он говорит, они от себя деньги-то дали, это не наши деньги-то, вы получите. Я пошел, там такая цифра, я ахнул. Я говорю, за что это? Я знаю, что преподаватели-то немного получают там кандидаты. А по какой это ставке? Как профессор? Да какой я профессор-то, смешно даже. У меня полкласса нет. Да они мне там такие навороты сделали, чуть ли не лауреат Нобелевской премии. Настолько им это понравилось, и они от себя, как говорят, отстегнули деньги, я пошел получить. Это Бог делает. И они, все эти люди свидетельствуют, я вот это не знал, именно этого коснулись, и мне теперь не стыдно встретиться, разговаривать. То есть мировую обстановку обрисовать, будущие судьбы мира, что будет. Ну вкратце, если полный курс у меня 500 часов. 500 часов академических. Это 4,5 года. И поэтому, которые люди с образованием, они высшее образование, сидят, торты развинут. Я вел занятия одно время в летном училище, высшее авиационное училище. Ну, 470, кажется, 5 этих курсантов. Это большая аудитория, военные все. А начальники почти все полковники. У них звания большие. И вот такие восторженные. И меня затащили туда к себе. Пиво там, рыбу там. Я говорю, да я не пью и не ем это. Ну, чего ж тебе дать-то? А сапоги возьмете? Я говорю, какой размер? 43. Так это мой размер. Он поел, полез там за диван один вытащил. Ну, сапоги я взял, ладно. А другой спрашивает, у тебя какое впечатление? Вот какое. Я на отличную академию кончил. Красный диплом. Мне кажется, я ни одного дня не учился. Это Бог так делает. И не от знаний твоих зависит, а от благодати Божьей. Благодать. Отверзу уста и наполню их. И все. Меня в Краевую больницу привезли, а там профессор пришел. Меня еще на операцию не увезли, а он уже пришел побеседовать. Я вас много слышал и такой-то. Ну, и стали беседовать. И он во мне разочаровался уже. Через минут 20 он меня уже... Так вы хоть своими-то словами что-то можете говорить? Ну, я у меня, говорю, у меня заготовка есть. Лучше ученое книжная мудрость, чем самобытная глупость. Ну, а я-то думал, вы вот скажете, я вам на вопросы ваши отвечаю. Но говорю, где глава, где стих. То есть я очень хорошо знаю, где, на какой полке лекарство лежит. Я просто запомнил. А лекарства я делать не умею. Не врач, но я называю это лекарством. О, как вы. Да вы своими словами. Я говорю, а я вас тоже узнал как. А вы еще в раю, я говорю, к Еве подходили. Подошли и начали спрашивать, чтобы она послать подлинно. Или Бог сказал, может, еще надо подкорректировать Божье-то. Еще она получила. Вы мне хотите за пределы Божьего послушания выбросить. А там-то со мной что хочешь делать? Я не выйду туда. И он во мне разочаровался сразу. Вот и все. А другое, он доктор медицинских наук. Мне операцию делал, евреи. И мы хорошие отношения продержали лет 35. Вот так. На всех не угодишь. Тем более с детьми. У нас же какие-то события бывают и на конкретные. Вот мы потеряем, когда начали строиться. У нас в деревне старо стоит Игорь Барабаш. Тут на углу живет-то как, напротив храма. И у него был магнитофон. Маленький, кассетный, он записывал. А я вел занятия каждое воскресенье тематические. Вот что случилось? Гости приехали. У меня так, гости. Кто такие гости? Как к ним относиться? Занятия. Ну, занятия там час, может быть, даже. Большие занятия. Но что об этом говорит Святая Библия? Святые отцы, каноны церкви. Жития святых. Четыре параметра. А потом купили инструмент. У меня так называется инструмент. Построили туалет. Я тогда полностью весь час говорил, что такое туалет. Что говорит Писание. То есть тема. Дети. Дети. Еда. Коснулась где-то что-то. Скотина. Авария. Человек попал у нас, ногу сломал. Ему наркоз. Я наркоз. И 123 беседы по названию, по тематике. Что бы ни случилось в деревне. Дорога. Дорогу только маленько подправили. У меня проповедь о дороге. Как проповедь? Это занятия были тематические. Не в храме. Я тогда еще часом не был. Ну и теперь пришлось мне тут вот такой магнитопон сделали. Ногой я мог его включать, выключать. А я сидел и на машинке печатал. И 123 проповеди сохранилось. Занятия. Я сейчас выставляю. На этой неделе, видимо, я выставлю все последние. Ну уже не первый год я выставляю. 123. 123 воскресенья. Так только летом это было. Выходит, несколько лет. А теперь они сгодились. Там одна сохранилась. Я вел три радиопрограммы в городе. И никакого опыта, ничего нету. Ну какой опыт-то? Кабы я за капельным где-то было. Сидишь и открываешь. Так спокойно будет. Бог положит на сердце. Ты ответишь и будешь удивляться. Это у меня стихотворение. 3467. И я не поэт никакой. Но сейчас я их считаю. Я ни одного не могу признать своим. Я рассматриваю. Второй раз. Третий. Такой, какой там смысл глубокий. Это настолько выше моего понимания развития. Я с третьей попытки иногда разгадываю, что, зачем идет. Это 9 куплетов. 36 строчек. Напротив каждой строчки место из Писания, откуда мысль взята. Понимаешь? 36 строчек. 36 раз Библию надо открыть. Но ничего нету. Поэтому доверься Богу и никогда об этом не говори. Я не знаю. А до чего тебя, брат? Я не могу. Я заикаюсь. Брат-то, Аарон, до чего тебе? Ты будешь для него Богом. Богом. Вот это да. А Аарон-то не заикается. Он ему говорит, а тот говорит дальше. Это нам пример. И тогда мы совершенно спокойны перед Богом. Мы доверяемся тебе, Господи. И не мудрый может сделать мудрым. И не мы уста отверзли. Отверзли. Уста мои, если возвещу мудрость. Тем более дети. Самое простое иногда приходится объяснять. Так что, вот, успокойся. Я свой опыт передаю. Как там у нас крутой разговор был с отцом Геннадием Фастом. И он говорит мне. А то у меня в книге помещенная. Из-за чего там в Туре убили человека. Григория Яковля. А он там в моем доме обратился. И Геннадий Фаст здесь. И тот обратился тоже в моем доме. И разговор зашел. Они прямо подгоняли к канонизации. Ну, я восстал. Что вы выборочно. Знаете, меня не спросили о его мнении. Батюшку. Отца Александра не спросили. Он его крестил. И, ну, то есть, люди, которые близко знали, у кого он жил на квартире тут. Никого не спросили. А собирает данные, которые он там был. И отец Геннадий говорит. Ну, вот вы видите. Это он в письме мне написал. Меленьким бисерным таким почерком. Что вы, ну, никогда у кого послушания-то не были. Вы как росли, как дичок в поле. Бывает, яблонька растет. И я не обихожена. Я говорю, так это мое преимущество. Душу мою никто не корежил. Я чужие конспекты не собирал. Я молюсь. У меня время, может быть, 9 частей на молитве, а одна часть на то, что Господь откроет. И вы уверены, что это точно. Это не два дня, не три, а 54 года. И об этом свидетельствует ни один, ни два. Сейчас в интернете сколько новых людей пришло. Новых совершенно. Вы у нас... Вот мы наткнулись на вас. Все встало на место сейчас. Мы православные стали. Мы полюбили православие. Ничего не скрываю. Другая пишет, вот сегодня только из Германии. Она за сирийцем. И вот вы строго так говорите. Так я не знаю. Я бы никогда не обратилась, как должно. А сейчас я это прямо каждое слово ловлю. Для нее это было как раз то, что, говорит, доктор прописал ей. И отношения прекрасные. От чего бы я тут сжиманничал? Встань и пойди. Скажи, во славу Божию, да будет так. Давыд-то кто его посылал воевать? А он камушки набрал, там пять голышей-то. И в лоб ему брякнул, и все. И с копылков долой Голиаф. А все остальные сидели, боялись. Они учились воинскому искусству. А у него ничего не было. Он как из рогатки ему. Раскрутил над головой этой прощатой. И залимонил ему, и все. Почему? Бог. А мог промазать. Ну, промазал бы его Голиаф, растерзал бы, убил. Он же сказал, говорит, тело брошу птицам небесным. А он ему ответил, ты идешь с мещом, а я иду с именем Господа Саваофа. Все. И вот целые века ставится это в пример. В пример доверия Богу. Еще они сделают. Роспотребнадзор, да. Вы говорили, что вас просили люди сказать что-нибудь свое. Мне тоже самое говорили, когда была возможность свидетельствовать. И мне тоже самое говорили. Вы все говорите Слово Божие, Слово Божие. Вы можете что-нибудь не цитировать, а что-то от себя сказать. Ну, твоя жизнь. Апостол Павел, говорит, продлил Слово там до утра. Он говорил о том, что с ними Бог сотворил. И они выслушали и сказали, смотри, сколько людей обратилось. Они все ревнители закона. То есть он не толковал Писание. Он говорил, как на деле благодать Божия. Ну, и дальше он говорит, где он был в опасностях, на дорогах, в опасностях от лжебратьев. Как его караули убить. Он все рассказывал-то. И там Евтих, когда с окна-то свалился, упал. Еще и воскресил его, душа его в нем. Видите как. И Бог полагает на сердце, что сказать. Какая тема. Тема бывает, она, когда от Бога. И после ты смотришь, вот я мог бы об этом сказать. А именно вот об этом сказал. Как это так? Вот. Я много лет занимался политикой, уже будучи верующим. 14 лет масонством занимался. Во всей мировой литературе оставится лет. Я никогда бы не думал. И оказалось, меня арестовали за это. Мне это в обвинение поставили. Мировая политика. До антихриста, как будет. А мной заинтересовался начальник тюрьмы, полковник Соломин Александр Семенович. И он меня вызывал сколько раз. И вопросы его интересовались именно военного порядка. А я в этом деле с любым военным мог говорить. Да говорить-то не то, что ему там сказали. Политологи где-то я из Библии знаю. Первый источник. Ну и естественно, что я раз молюсь, Бог открывает. Еще глубже. Именно на сегодняшний день, как дело обстоит. И у меня полное доверие Богу. Совершенно. Вот начинаю, когда по лагерю. А сколько детей будет? Понятия не имею. Ну откуда-то дети будут? Понятия не имею. А чем кормить? Понятия не имею. Я еще только так перед Богом открываю маленькое. А дальше, дальше будет так, как надо. Вот я молюсь, чтобы были новые люди пришли. Дети у них были, потому что школа, мало детей. И необходимо, чтобы увеличилось. И первое заявление на Потеряевку пишет парализованный Сергей. Не то, что там, а парализованный, 14 лет. Бог-то. Я-то видел, как молодые, здоровые, приедут там они. Ну и проще. Как вот Алеша приехал, нынче у него ребенок опять родился. В Потеряевке. Алексей. С этой, с Ангелиной. А тут парализованный. Ну и его письмо он написал. Расписали с мамой. Двое просятся. Из Воронежа, вон откуда. А сегодня я батюшке отдал, он поезд в Потеряевку. Сейчас собрание проведут, чтобы положительно решить. И тогда документ будет выдан ему. Переезжать они не думают. Ну а если такое случится, какая-то там неприятность в тех местах, чтобы можно было выехать в Потеряевку. Именно в Потеряевку. Они обещают не нарушать устав. Я-то просил, а Бог-то дал совсем другое. И я сразу, как только он написал, я его не уговаривал, даже мысли у меня не было. И я понял, Бог услышал. Я хожу, и второй день, уже третий день сегодня, как он написал, и сердце мое просто говорит, Господи, как ты дивно велик. Все мои предположения, думы. Я-то конкретно говорил, что вот, Господи, молодые, что были с детьми. А здесь никого нет парализованный. Почему он стражем будет? Постоянно молится, умница такой. Ему столько Бог открывает. И, ну, он не приедет, может, никогда, но... Вот ты же говорила тогда, что могу ли стать я членом общины, чтобы проще это... Ну, у нас уже сколько человек. Другие там, юрист сейчас, Сергей Игнатов, с Украины. А я давно себя считаю, там, Марьясов, что членом вашей общины. Они считают, им нравится. А которые не другие, там, разные, ваши дулевища-то, ну, это их дело, как их называют. Игнать Тихонович, я тоже давно считаю себя членом общины. Все, да. Она тоже себя считает уже членом общины нашей. Да, вот. И поэтому мы-то доверяемся Богу. У нас все просто, и в отношениях... Вот даже сказать, зовут родителей, там, даже у Фанвизина это пишет, маменька, мамочка. У нас этого не было, мамка. Слово «к» как будто бы грубовато. Если «вова», то «вова», «вовка». Это уже по-небратски. А мы этого не знали, слово «по-небратски». Отца мы знали, звали «тятя». Не папа, а «тятя». У Пушкина написано, они говорят, «тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца». Тятя, тятя, тятя. И родители неграмотные. Ни одного класса не кончили. И они нам сумели привести, привить самое главное отношение к Богу, к людям. К людям. Честности. Без обманности. Чтобы никогда никакой лжи не было. Они так не говорили, но делом показывали. Вот мы что-то делаем. Ну, говорят, руки по циркулю, как говорят. Мы любую работу можем делать. Строить там где-то. Ну, всё там. И шить, и шкуры выделать, и шубы шить. Ещё собака бегает, а мы уже шубу примеряем. Ну, когда тебе Бог это даёт. Ну, некоторые-то говорят, ну, вот надо, чтобы закончить юридический, там, философский или экономический факультет. Зачем? Я вот прожил техникум строительный. Да он мне и не нужен был. Мне всё равно не дали работать. А работал, кому дачу построишь, дом, любая строительная работа, она у меня в руках, говорится, зажатая. А другой пишет нам по теряевку. У меня два высших образования, но я ничего не умею делать. Так а зачем ты нужен? Вот у нас здесь есть, ну, он сейчас женился. У него, ну, слабенько, ФСО какой-то кончил. Ну, он до того, любой тебе, говорят, сепаратор, любой холодильник, любую машинку, всё отремонтирует. И, главное, работает в автосервисе. Постоянно посылает куда-то на повышение курсов, новые марки иностранных машин, иномарки. Он везде. Он в нашей общине был. Родители его здесь находятся, а он познакомился и уехал далеко, там, к острому, кажется. И поэтому мы соглашаемся с тем, что у нас есть. В простоте, в доверии Богу. Я когда... Вот мне говорят, а зачем вы слуха-то говорите? Когда Роспотребнадзор-то на нас напал, это было 18 июля. А 18 июля уже легли дети спать, ну, уже разделились. А в это время полиция приехала, и они, дети, бегут, снятый ролик, бегут там, гроза на горизонте сверкают, молнии, и дети туда убегают. А уже 19-го, на следующий день, собрание. Мы всё это доложили деревенской общине. И лагерь расформировал я. Он не может существовать при этой власти. При таком отношении к детям. С Екатеринбурга приехали, государственные лагеря все до одного закрыли. Государственные. Штрафы по миллионам, по полтора только. Им и суды там, и все делают, что они говорят. И прокуратура, и полиция, милиция. Ну, где тут стоишь? Это огромный репрессивный аппарат государственный. Я лагерь расформировал как начальник. И всё, что у нас было там, постройки, всё это мы передали в деревню. Теперь у нас строений там нет. Если нам что-то надо, мы у них будем разрешение брать, заниматься и проще. Я сразу сказал, будем покупать дома, приобретать. Бог даст средства. Дом-то это не 2 рубля. Будет всё по-другому, в другом формате, как говорят. А вот вы сказали, они теперь что-то сделают. А что они сделают, если Бог? Богу не угодно, ничего не говори, ничего не сделаешь. А мы говорим, мы вплотную подошли к этому. Вот сегодня мы Володю отправили в деревню. Там пруды. Как вот сегодня я выставил ролики на нашем Ютубе. Они коротенькие, по полторы минуты. Посмотри. Ну, 6 минут. Как вода прорвала, там где-то прорызли эти бобры. И там они все, 8 человек на дамбе работают. И показали все 3 пруда. 2 пруда они показали. Нам это интересно. Мы всё время заняты. И деревенские также. Пришли на пруд, помолились. Бог умудрил, как и видно, как вода хлещет, там буквально столбом идёт. Всё запечатали. Прорубили, мёрзлые земли там, просверлили. И, я не знаю, там мешков, наверное, уже 15 только потратили они с глиной. А сверху с шерстью всё это. И опять всё это заглохло и нету. А там даже нанесло, рыбу подбирают. Это интересная жизнь, когда в Боге. Мы себе не назначаем никакие испытания. Там прогибаются, там разная гимнастика. Тут намашешься. Кидай руками. Бери больше и кидай дальше. И это всё необходимо, чтобы чужой хлеб не есть, как Павел говорит. И Бог открывает, и как к ребёнку подойти. Вот у меня здесь были профессора, и кого только не было. По психологии. Там директор Кэстонского института прилетела из Лондона. Я ездил по Америке много. А где вы учились? Нигде не учился. Ну а как вы знали, что на такой-то ребёнку и так? Да, вот это и я придумал. Говорю, это в Австралии такое. А вот и живут они здесь, и всё записывают. И меня спрашивают. А это, я говорю, в английских общежитиях такой порядок. Если нарушают два замещания и лишаются права на общежитие. А это, я говорю, из Японии взял. Это всё знаете. Так вот и знает тут верхушки. Главное-то. У нас же дисциплина. Ни в одном лагере нет. Ко мне приезжали сюда руководители лагерей. Это вы так, да вы... Да меня посадили бы. Я говорю, и что? Ещё ничего не сделали, уже посадили. Меня уголовные дела воздвигали три раза. Вот этот год прошедший. Они же на меня собирали компромат. Административный суд был. И они его не выиграли. Не выиграли. Настолько это было удивительно, что уже всё. Ну, конечно, у нас юрист хороший был. В нашей общине. Высококлассный. С красным дипломом окончил. В краевой прокуратуре работал по особо важным государственным преступлениям. Брат Себастьян. Но главное-то, что молились все. Молились все. И пятидесятники, и баптисты, и кого только не было. Дети-то были у нас и от сектантов. Вот. Который привозил их Владимир Галендухин. Ещё опять команду набирает. И опять приезжает. Её вот сказала-то, а теперь они будут препятствовать. Ну, я ничего не скрываю. Что скрывать-то? Мы не преступники. Они, ну, увидят-то через день, через неделю, ещё дальше. В дома будут врываться. Хозяин живёт. Ничего он не получит там. Если будут, ну, убийц нанимать, но не думают, что на это пойдут. Отравят колодец. Ну, если Бог допустит, то и камень сверху упадёт. Ну, я этого не предполагаю даже. У нас же были большие нападки. В 98-м году 15 комиссий краевых. 15 комиссий. Там и пожарники, и милиция, и КГБ. И кого только не было. И они нищие. Три уголовных дела на меня воздвигли. Я приехал, подал в суд, все процессы выиграли. Всё. А для чего это нужно было им? Для чего они это делают? Да потому что на фоне нашего лагеря, их лагеря все, гнаники разврата я называю, они ничего этого сделать не могут. Вот приезжают, я говорю, начальники лагерей, и у меня там ходят, и как это вы так? Да вы, да что вы? Я говорю, у меня физическое наказание есть, я его нахожу сразу. Я в любой момент, если я даже в городе, я по часам смотрю, я знаю, чем занимаются, во сколько встали, какая погода. Вы же сами были, видели. Когда я там выношу мёд, там, то сотовый, они стоят, ребятишки, и что? Как они это? Кинозал? Кинозал, да? Они скандировали. А я не слышу, меня показал динозавр, динозавр. Да, я помню. Ну, помнишь. Видишь, как все, ребятишки, они весёлые, всё это снято. Как они там бегают, там, с кружкой водой, там, на стадионе, обгоняли друг друга-то. Ну, всё интересно, интересно, да, интересно. Придёт время, люди будут заглядывать сюда. И как вы это могли сделать? Никак. Повторяю, никаких талантов за собой не ощущаю. Это Бог. Он сделал, и всё, отошёл, у меня ничего и нету. Но это ни день, ни два, сорок пять лет. Сорок пять из года в год. Ты возьми, ребятишек набери на одну неделю. Один тут, миссионерский отдел, это Степаненко, как крестились, он. И говорит, вы знаете, что такое? А тут сорок пять лет. А все эти дулевичи, он пишет, он говорит, щенки. У них неуважение, говорит, ни к возрасту, хамьё. Это всё, он разбор сделал, выставил. У него ничего нету, ничего. Я посмотрел, как выступает, где. За ним что-то есть. Ничего нету. О, что-то я задел, наверное. Да, не обязательно. А? Может, просто интернет, всё. Ну, наверное, всё. Что теперь делать надо? Ну, запускать ещё раз. А теперь что запускать? Скайп-то ведь. Вот это вот? Да. Так. И то держи. Тот снимок нам лучше будет. Ну, и ещё. Где? Катерина, если слышишь, заходи на меня. Не, она не слышит. Почему-то прерывалось. Ну, это, видимо, какие-то атмосферные явления. Ну, что хотела спросить-то ещё? Ну, вы знаете, вот, вы сейчас заговорили об Антоне Долевиче, но я знаю, что он очень ревностный и искренний христианин. И он ревностный благовестник, и у него большая деятельность к языке. Ладно, не об этом. Говори о себе. Что хотела-то ещё? Так, ну, вот, я всегда задачена вопросом таким. Часто в храме подходят люди, даже во время богослужения спрашивают, куда можно поставить свечку оздравили или к святому, в каких-то нуждах. Как вы можете ответить во свете Библии этим людям? Ну-ка, подробнее, повтори-ка, быстренько, я точно был. Ну, стоишь в храме, подходишь, человек в храме, куда свечку поставят, спрашивают. О здравии, покоения. Что отвечать во свете? Отвечки-то? Да. Я отвечаю так. Тебе этого не надо, пока придержи деньги себе. В церкви торговля запрещена. Свечи нечистые, не восковые. Это тебе будет в грех. Стои и молись, потом разъясним. Раз десятины нету, поэтому торговля. Если десятину платили бы все, торговля не нужна. Прокормили бы священника. Я никогда не посылаю, куда ставить. У меня веры в это нету, чтобы за деньги что-то можно было у Бога купить. У него у Бога хватает богатства всякого. Я никогда не ставлю. Вот у нас в ВОЗ покупают бабушки, которые такие одни живут, они льют свечи. И свечи лежат. Свечи восковые, там аромат такой. И вот сейчас на Пасху берут там пачки-то и дают бумажку. Зажигают, и все со свечами стоят. Мы не понимаем, что такое с тарелкой, чтобы ходили. Свечи, агарки. Агарки лежат, которые надо, и дальше сожгут. А там всякие цвета. Красное, зеленое, синее. То есть химия. Она трещит. Там свечи, прикасаться к ним нельзя. Там мерзость одна. Самое чистое, чистое написано. Отвечая чистого, чистому. А нечистому, нечистому. Просто. Тоже к нам иногда, когда в храме бываем, там где-то у патриархии, это по плечу, по какому стучать, передать. А мы как встанем стеной, и через нас свечи не могут перейти. Так они обижаются. Баптисты стали, не принимают свечей. А мы не разговариваем, мы молимся. Свечи у нас ставит священник. Или там у него помощник какой, когда где-то горит на подсвечнике. А так всем руки и малым детям подали свечки. У нас даже в мыслях нету платить за них. Деньги-то были уже собраны. Такие огромные круги воска привозят. Там очень много. Там может быть центр даже. И льют свечи. Так мы еще покупали для других, для епархии своей. Когда ты что-то хочешь сделать для Бога, обстоятельства так сложатся, что ты никогда не догадаешься. Вот сейчас только мне позвонила одна сестра. Она болеет и говорит, вот завтра там у одной будет операция у мужа. Помолитесь. А она за вас все время там молится. Она была когда-то член нашей общины, но отошла. И никогда не придумаешь, какая причина. Ее спросили Оля. А почему тут уходила, тут возвращалась, ушла. Никогда не придумаешь, какая причина. У нее сын там вернулся из заключения. За убийство сидел. Дома обстановка страшная. И она говорит. Вот я в общине здесь. Я из ада дома, как в рай попадаю, когда придет. У меня такой перепад температуры, что болею. Аж говорит. Опять и домой идти неохота. А когда хожу в храмы патриархии, ну я как из ада в ад, говорит, перехожу. И такой же шум и такой же безобразие все. Я потом внутри, у меня переживаний нет. Она из ада в ад переходит. Такой причины я никогда больше не слышал. Ну вы были на службе, видите, разница какая. Какой порядок. Все знают. И когда у нас на исповедь, в отдельной комнате исповедь идет. В отдельной совершенно, там никто не заходит. Ну и все остальное-то, посмотри, даже. Приезжает когда к нам архиерей, приехал, хористок привез. Ну и у них там она Регин с ними. И они все попали к Маше, барабаш. И они все переоделись мгновенно. Никто не заставлял ничего. Ну, у них, видимо, с собой были они платки. Да, остальное-то все там синее, как они стоят. Как будто бы они всегда были с нами. А то ничего нельзя сделать. Да неправда это. К нам приехали, тут день деревни был. Ну и краевой УВД. УВД края. И приехала секретарь городского УВД. Саша Александра. Она мигом переоделась и все. Я в журнал попала. Ее никто не отличит, что она не наша. Она вся по корме есть. Ну и... Меня спрашивают. Ну вот у вас, если женщина в брюках в храме, то вы ее выводите или нет? Я терю никогда. А почему? Да потому что мы ее не запустим. Поэтому ее выводить некого. Мы на подходе, на крысе уже ей это объясним. Дадим платье ей. Платок все оденем и тогда она зайдет. У нас порядок. У нас специально наблюдатели за этим. За решениями, которые выносил совет церковный, чтобы они притворялись в действие. Вот есть законодательная власть и исполнительная. Законов издают много, а выполняют мало. Везде курят. А написано в общественном месте не курить, не распивать спиртное. А пьют везде. Если в Германии нельзя, там за это смотрят. Тут же его арестовали, и такой штраф дадут. Или возьми Тунис. Не положено. Я даже считал, капитан голландского судна вошел где-то в какое-то там государство. Мусульманское. Даже порт, кажется, джигда, или как-то вот так называется. Их встретил лоцманский катерок. Но он ведет их, чтобы где фарватер, чтобы намерен не сесть. А потом зашел вниз, говорит, а у вас что, в буфете водка есть? Он говорит, да. А почему не опечатали? Да я тут не знаю как. Ну вы же знали, что. Ну да, знал. Ну он должен быть опечатан. Ну мы сейчас опечатаем, уже нельзя. Вы уже на нашей территории. И тут же его капитана арестовали. Дали ему полгода. 40 ударов палок. И кажется, 50 тысяч фунтов стрельнингов заплатить. Сразу же арестовали, корабль ушел без него. У них закон. Вот положено, что борода была... Они подстригают бороду, чтобы не меньше 6 сантиметров. Ну пришли, там он умер-то. Замерили, а у него только 4 сантиметра. А положено 40 ударов палкой. И они ему мертвому, палкой это, били его по пяткам. Так это мертвый. Ну вот, мертвый, мертвый. Вы же знаете, Геринг был мертвый. Заместитель Гитлера. И отравился в день, когда казнить должны были. Его все равно мертвого подтащили к виселице. Закон вынесен. Он должен быть выполнен. Вот тогда у тебя есть страх и трепет перед законом. А у нас-то видишь как. А в божественном плане тем более. В церкви какая должна быть тишина. Никаких разговоров. Никаких переходов. Этот Степаненко-то и говорит. Я, говорит, сам был. Дети малые. Вечернюю службу в субботу. Всю выстояли. Никто никуда. А у нас поповские дети прыгают, играют. Там снежки кидаются. И главного одной матери говорит. Грудной ребенок был на руках. И он только один раз писал, говорит, секунды на две. И больше не слышал. Как они их так зазомбировали, детей? Зазомбировали. Но вот она смеется над этими. Над разными вашими хорошими. Надо жить интересно. Какие вопросы? Давай еще. Вот, Игнатий Тихонович, вы же еще часто упоминаете, что вы грешный, многогрешный. Но ведь Слово Божие говорит, что рожденное от Бога не грешит. И первая цитра 2-9, вы знаете, что... Ты как раз слышишь, что оно мне как-то... Ну, мы все говорим, что мы грешные, как бы... А Слово Божие говорит, что рожденное от Бога не грешит. Как это совместить, что... Да совмещать не надо никак. А одно дело, грехи, какие мы сознаем, это в ведении и невведении, в уме и помышлении. И Господь через Павла называет нас святыми избранными. И мы так и должны говорить. Но как в человеке смертное, мы можем там посмотрел, не так подумал, греху-то все-таки разница. А ты на каждом грехе, грешный, супергрешный. Кого это привлечет? Он умыл нас. И на исповедь зайдут сколько времени, там не дождешься. А у меня исповедь не больше там 3 минуты. Зашел. Я в ведении и неведении. Я знаю, что за собой не усмотришь. Я себя не оправдываю. Перед Богом во всем сознаюсь. Все, что записано в молитвах вечерних, утренних. Прости Господа. И ты, Още Святый, прости меня. Я желаю причастись со святых христовых тайн и все. Какие подробности-то? О чем говорить? Ну, любой грех. Пить не пил. Пост не нарушал. И поэтому я говорю о нравственном. Вот тут я огневался. Не следил за собой. Вот здесь вот лишнее проспал или еще что-то. Ну, то, в чем совесть судит-то. И все. Правильная мысль-то. Грешные. Мы все грешные. Если кто не грешит, говорит, тот обманывает себя. Думается, не грешит. А в другое время, говорит, верующий не грешит. Ибо Господь избрал их. И надо понимать, о каком грехе он говорит. А есть даже и грех, о котором молиться нельзя. Как Ян говорит. Не о том говорю, чтобы молились. И пророк Иеремия говорит, не взывай ко мне, ему Господь сказал. Я не услышу тебя. Ибо ты народ такой-то. Они враги мне все. Вот так. Кстати, я вот еще заметила, что в католической церкви все-таки есть монашество более евангельское. Например, они монахинь своих отправляют в какие-нибудь языческие страны, где еще не проповедовано Слово Божие. Они там трудятся. У нас толкового нет, к сожалению. Католические монахи несут служение, проповеди, Евангелие. А у нас этого нет ничего. Только у нас нету. Вот и плохо, что нету. Я услышал, у них есть такое. Каждый год священники, которые бывают где-то на благовестии, обязаны быть там в монастыре, в отдельной келье, неделю или две для размышления. Это здорово. Нам учиться надо у всех. Вот сейчас готовят книги выпустить Ярла Николаевича Пейсти. Ну и я, мы с ним переписывались. Я ему книгу послал, он попросил мои проповеди в аудио. И вот его дети здесь, команда такая работает, они на меня вышли. Я вчера им этот материал скинул. Вот в воскресенье на Пасху было. Позавчера было. Я с тобой... Слышала? Да. Вот я его называю самым выдающимся, и какую роль он сыграл для всех. У нас за 2000 лет такого не было. Не было. Вот и все. Вы мне можете скинуть проповеди его? У меня их нет, я никогда не слушала. Все? Я скину, да. Просит проповеди Ярла Пейсти. Есть у нас где-то на ресурсах, может, или еще где? Скинуть. Да хаво зарядите только. Да на Ютубе есть, там много чего там на Ютубе. Прямо пишет Ярл Пейсти, там много. Ярл Пейсти проповеди. Только зарядите, там они мне прислали сколько. У меня 136 часов было, когда меня судили. Прямо со студии были получены. В те времена это трудно было. С перекладными через Латвию. Я и не знаю, может быть, тысячи экземпляров делал тут. Больше меня никто не делал, думаю. У меня тонн-студия была. Я сначала переписывал на ленту. 375 метров, это 8 часов 20 минут. Заряжаю в одном направлении, на скорости 19,8, две дорожки. Туда, две обратно. А на 4,7 слушать по одной дорожке. Так, это 4, 4, 2, 8. Восемь раз быстрее, чем разговор. Вот как. Поэтому я его слышал в первые дни, когда обратился в Латвию. И сейчас, говорю, на него нападки там какие были, когда у него это, пирка. Эта жена его-то умерла. А он женился. И она намного лет моложе его была. У меня баптисты звонят с Америки. И на него. Я говорю, а какое его согрешение? Ну вот она там, сколько лет, я не знаю, на 50 лет, что-то там. Ну где-то такое-то. Она тоже удивилась, когда он ей сказал, предложил. Говорит, ты молись. И молилась, говорит, я стала размышлять. И Наталья там, она с ним 7 или 8 лет прожила. Я баптистам вопрос сегодня задал. Скажите, а в чем он согрешил? Конкретно. Мы говорим, Дева Мария держит ребенка на руках неполно 15 лет. А Иосиф уже под 80. Он на 60 лет старше ее был. Для людей-то он настоящий муж был, и никто не говорил, что разница в возрасте. Хотя церковь рекомендует, чтобы мужчина был не старше 13 лет. Но запрета нету ни в канонах, нигде. Он баптист, и баптисты его долбят, а я православный, я заступаюсь. Понимаете, какие бывают обстановки? Почему? Несправедливость. Где бы она ни была, меня трогает. Он ни в чем не нарушил закон. Она умерла. Если при живом выйдет замуж, называется прелюбодейцей. А если муж умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. У него все по Писанию. То, что мертвый, его можно долбить, это тоже неправильно. Он не нарушил ни одной заповеди, даже по строгим православным правилам. Вот и весь ответ. Вот, знаете, есть много разных православных гимназий в разных городах. И я не знаю смысл их, потому что там не проповедуют Слово Божие, а детей воспитывают только в традиции православной культуры. Ну, зачем нам нужна традиция, нам нужен Живой Христос. Как вы относитесь к таким православным гимназиям? Нужны ли они тогда вообще? Я сейчас подконтролируюсь. Еще какие кто? Хотя православные гимназии есть, и там учат обрядовой стране, ну, нравственной. А Слово Божие не учат. Как это понимать? Да, то надо то и другое необходимо. Обряд это внутреннее проявление. Вот вы видели там ролики, там мы утром молимся-то? Да. Вечерняя молитва. Я уже вступление делаю, показываю, как крестить, все крестные знамения, что такое земные поклоны, и как своими словами, и псалтырное чтение. То есть, вот провели где-то 54 встречи у нас было, и все. Вчера я сказал, больше меня не будет. Да, конечно, со всех сторон, да почему, да как. А теперь вы организовываете. Вы на Украине организовываете. Это необходимо. Мы православные. У нас это очень строго. Небрежного махания руки, как попало, бесы радуются, Златоуз говорит. Поэтому крестное знамение мы должны истово совершать, чтобы тело чувствовало. Прямая полоса была и прочее. Это необходимо. Но на это требуется, может быть, один час. А для Слова Божия 500. Вот. Примерно такой распорядок. А тут, как поднимать руки, как молиться, поклониться. Все связано и с постом, конечно. Молитва и пост неразлучные идут. Одновременно на русском языке. Но у нас служба идет на церковно-славянском. Но библейское все на русском. А если это поется, то на церковно-славянском. Мы избрали такую злотую середину, что ни епископа, никто нас не трогает. И приезжают местные митрополиты. До этого приезжал епископ, патриарши. И они все служат и считают Евангелие на русском языке. На русском. Как принято у нас. И они только на один день приезжают. И мы просто говорим наши правила. И Духа Святаго, Господа истинного. Слово истина потеряно. Его вставить надо. Но несмотря на то, что мы знаем, что это правильно, мы написали Синод и получили разрешение. Да, так и должно быть. Это слово утеряно. И в Духа Святаго, Господа истинного, животворящего, истинного. Впереди написано, Бога истина от Бога истина. А зачем же это отняли от Духа Святого? То есть мы должны быть очень талантливы в религиозном плане. И они учат где-то. Ну, больше двух дней ты не будешь учить, только подсказывать будешь. Как одеться соломудренно. Видел, как у нас одеты. У старобрядцев у них не замужье, а полголова открытая. Откуда взяли? Это речь идет о поле. Пол женский, пол мужской. А почему так думаете? Да думать не надо. Если вы считаете, что мужчина постыжает, а мальчик не постыжает. А он мальчик какой, 18 лет, он не женат. Он может в шапке стоять, может быть с папиросой. Что вы думаете? Это пол. И поэтому у нас даже, вот она, грудной буквально ребенок, и на ней платочек с побойником, одета по форме. И у нас никого это не смущает. Это на картине Репина, Поленова, Сурикова мы видим. Надо быть более решительным, если кто-то не соглашается, уметь доказать. Вот нам приезжают они, но мы бы распустились, и пусть как уж будут. Нет. Но, вот приезжают, если у них семинаристы бритые, у нас бритые не войдут. Но тут при архиерее мы разрешаем. То есть мы такую гибкую, кажется, ведем программу. Но когда садятся они за стол, дальше, я прошу разрешения у архиерея сказать слово, и теперь я ему эти бороды приклею. И они, он соглашает, вы берете на себя миссию, там вот тут будет священник. Да вы не имеете права ими командовать, это Бог дал. Там, ну, я просто знаю доводы какие. И он выслушивает. Посмотри, как они прощаются, он сколько раз, кажется, целует. Почему искренность привлекает? Неграмота. У нас никакого и хитства нет, не подсмеиваться, ничего. Это у нас вообще нет. Батюшка наш такой доступный. Вот даже после операции там, и то работает там, пруд там прорвало, и теперь они там мешки с глиной, 8 человек. Я сегодня поставил ролики, они небольшие, можешь посмотреть. Вот. Так что душа подскажет. Мы православно имеем широкий кругозор. Сектанты это узость. То есть он один стих и дальше не видит. У нас все совокупность. И мы знаем, что поклонение ангелам не запрещено и было. И поэтому молим святому ангелу, моли Бога о нас. С святым обращались. Сыновья пророческие поклонились многие. Пророку Елисею он принял. Поэтому мы по образу небесному. На небе есть святые, и мы поклоняемся и молимся. Они всякие правости говорят нам на Пасху везде. Ну, говори даже нельзя мерзко. Но ответит каждый за свои слова. Ну да, говори. Еще я однажды прочитала такое житие одной христианки. Это было где-то в первое векое христианство. Я не помню ее имени. И она была молодой христианкой. Ее полюбил язычник-юноша. И она все не могла от него отстать. И тогда она пригласила ее к себе домой. И выколола себе глаза. Он испугался и обратился ко Христу. Мне кажется, меня такое поведение немного смутило. Слушали ли вы это житие, и как вы относитесь к этому? Давай, перевозчик. Там такое житие есть, там, где одна девушка очень красивая христианка была. И к ней один привязался парень-то неверующий. И она себе спицами вроде я помню. Так она выколола себе глаза. Еще она кому ударила. Да, и как это? По-христиански она не по-христиански? Нет, по-христиански. А есть такое там. Одна, когда пришли арестовывать, она говорит, что меня надо переодеть. И она поднялась там, второй, третий этаж, оттуда бросилась и разбилась Пелагея. И Златоуст говорит о ней проповедь как бы восхваляет. Это не как самоубийца. И святая Доросия. Но я не поняла, она причислена к лику святых? Ну, вот такие люди. Ну, очевидно. Да. Я могу посмотреть сейчас. Аниси, кажется, она. Он к ней приставал. Она говорит, больше всего глаза твои нравятся. Она как щелнок держала, ткала, как ударила. И он в ужас пришел и обратился со страху монахом. Ну, то есть это Дмитрий Рассоцкий пишет. Трущать это нельзя. Ну, есть такое. Но мы не должны ощущения вредительства каноны, которые карают за это. Это храм Божий. Тело наше храм Божий. И у него и окна есть, у храма Божий и крыша есть. А это, говорит, крыша поехала. Никак этого нельзя делать. Никак. Было такое даже. Вот отец Сергий Льва Тостова, Сергий, когда женщина там одна забрела к нему. Но он возгорелся огнем. И он взял, пошел, ударил топором, отрубил себе палец или пальцы. Вот. Это тоже членовредительства. Категорически запрещается. А были такие, как Ориген. Он не мог с похотью до конца бороться и сам себя кастрировал. Да едва живой остался. Их церковь уже никогда в списке святых не запишет. А у него-то были там и Григория, чудотворец, другие учениками его были. А католическая церковь же его канонизировала, кажется, Оригена, нет? Не знаю. Католическая, я с ними на ту тему. Да мне и говорить-то это не надо. Я таким людям никогда не молюсь. Я их никогда в списке своих не имею. Я перечисляю. Вот, допустим, у меня оружие мое. Я повторяю каждый раз примерно 77 имен на память. Но там их нету. Иосифу Володскому я никогда не молился. Это русский Сталин. Он все гундел и гундел там жидовствующим. На его совести может тысячи людей погубленных. Инквизитор был. Как его можно прославлять? Никак. Ну, я говорю свое состояние как. Мы люди мирные, поэтому... Интересно, что 9 блаженств на горной проповеди. И только за одно блаженство дается уподобление сыну Божию. Похожий на него будешь. Что блаженномиротворцы, ибо наречены будут сынами Божьими. Ну, мир творить. А мир творить, это надо не своего искать. Это очень даже непросто. Очень. Я вот был в Томске. Ну, я тоже смотрю маленько. Сестра повела католический там костел есть. И там священник Анжей, это с Андрей. И там побыли, мы вышли, хорошо побеседовали. Я ему подарил книги. И он, ну, может быть, еще и не прочитал. Ну, все там неделя не прошла. И я попросил его благословить. Мы выезжаем на благовестие и в Польшу. Католические страны будут проезжать там. Это Испания, Португалия. Это оплот католицизма. И другие-то снимали. У нас был с собой аппарат. Снимали. И эти снимки-то, на видео даже. Я приехал сюда, я не выставляю. Сначала посоветовался, рассказал. Я знаю, как будут реагировать, как на патриарх и Кирилл. А он подошел к Франциску там. Он благословился. Да это два беса встретились. Такую хулу, говорят. А я благословился. Благословился. И он маленько не так, как у нас благословляют-то. Он руки возложил на голову. И я посоветовался со своими. Не будет ли большого вреда. Ну, как-то неопределенно. Я пошел, сразу же выстоял. О нем у меня уже закачаны были. Только замки снять надо было. И осталось. Ну, один только человек что-то вякнул. Больше никого и не было. И так и сошло. Да он молился там с баптистами. Да молился. Мы говорили там о том, что и наша православная. Если мы вместе считали в отче-нажды молился или не молился. Мы все молились с Христом. А если он скажет, нет Духа Святого или что-то такое, что символ веры будет нарушен. Я никогда Аминь не могу сказать. А тут мы полностью согласны. Я Аминь сказал. Вот так. И поэтому, а, вы вот сектантами. Я говорю, ну ты сектантов в глаза не видел. Даже вот выступают иногда. Ну, я мог бы называть их даже, которые сегодня там. Боркин, да. Он их знать не знает. Только травит людей друг против друга. Я встретил. Тут в интернете. Один говорит, там, дядя там он называет, Вадим. Я в интернете нашел православного. Прямо проповедует от смерти в жизнь. Он меня называет. Вот. Вот другое. Вот так понравилось это. А потом считаю где-то дальше. Уже месяц прошло. Он нашел. Я говорю, что это секта. Это не церковь. Он говорит, до того мне противно стало. Ну, вот и все. Даже что он не захотел знать. Они вот, которые говорят православные там, идолопоклонники. Меня это нисколько не трогает. Я вижу, что он не знает. Я ему просто поясню. А это сразу он. Ну, если ты церковь, то покажи, кто такой церковь. Церковь это корабль. На корабле должен быть кормщий, а у вас его нет. А мы Богу, Духу. Ну, это все могут сказать так. Если всех Богу, Духу, а почему вы не адвентисты седьмого дня? Не свидетели Его вы? Говорит, одиннадцать тысячах разных. И что мы должны это понимать. Православие – это та основа, которая, может быть, с самого начала все держит. Я не имею в виду вот это проходное двое православия. Православное учение, каноны, вселенских поместных соборов, святых отцов. Вот это православие. Ничего выше, чище, объемнее нету. Это полнота, там все. Я опытным путем подходил к этому. Занимался там все, и кришноидцам. Я не занимался, просто считал. Я увидел все сатанизм. Много знакомых с католиками никогда не спорил. Ни разу за 54 года. А о чем спорить? Они понимают. Ну, половина святых отцов понимали. Дух святой исходит от отца и от сына. Филек, он называет у них. А другие только от отца. А Библия говорит и так, и так. Пойду, вот, умолю отца моего и пошлет им Духа Святого. А в другом месте я пойду и пошлю, я пошлю сам. Выходит, Духа Святого, и же от отца исходящего, они считают от отца и сына. А как правильно? От отца и сына правильно, по-католически. Так вы еще католик нет, я так не считаю. Я считаю, как православные считают. Но для себя я имею мысль эту, что мы более узко смотрим. Я не тоже католик, но... Ну вот, я еще знаю такую организацию православную, называется «Витязи». И они тоже организуют детские лагеря. И меня немного смутило то, что они дают детям целовать флаг Российской Федерации. Но я знаю, что патриотизм может быть проявляться к отчизне земной, но я думаю, такое поведение не евангельское. Зачем нам флаг целовать? Я отдельные слова не понимаю, чтобы точно ответить. Ну как православному целовать флаг России положено нормально, когда целовать флаг? Флаг нормальный? Какой это? Это триколор-то называют? Красный, синий, белый-то. Я про него сколько раз говорил и в милиции, и везде. Они там на шивке и не знают где-то. Это не человеческий флаг-то, это божественный. Он один такой флаг за всю мировую историю. Это проповедь. Его нельзя составить, этот флаг. Я разговаривал с мусульманами, вы согласны? Все согласны. Кто бы ни был, там баптист, милиция, коммунист, кому бы ни было, разъяснил, и все понимают, да так. В стране ни в одной нету. Это просто русским он дан, а он для всего мира сделан. Он вне религиозной, вне временной, при царе, при коммунизме. Первая полоса, все рождаются в крови. Так, да. И вся пропитана планета кровью. Да, так. У мусульман, у буддистов, у всех его православных. Ну, второе-то, все должны размышлять о небе. О небе. Синее небо меня так манят, муаптисты поют. Знаю, что там мой спаситель, и главное, по полосам красная, потом идет синяя. И думают об этом мусульмане. Конечно, у них понятия о рае есть, инжил, Евангелие, и все. И все стремятся к лучшей жизни загробной. Да, вот это синее. И белое, белое никто не знает. Белое, это в откровении написано, великий белый престол, от лица которого бежали небо и земля. Родились, живем, ищем синеву. И представим, это не флаг, это проповедь. Только выраженное в святах. Если другие бывают, там, я вот так вертикально полосу, возьми на Украине, там, какая-то желтая в виде подсолнуха. Что мне подсолнух-то? Речь идет о жизни. О жизни. И поэтому я это объясняю, и никто против никогда не возразит. Я в разных библиотеках выступал, говорил, когда в дороге были ни один человек ни разу. А почему? Я по частям беру и говорю о паэтах, которые говорят об этом, что оно означает. То есть не по отдельным местам. Одни объясняют хорошо красные, другие, там, как волоши, другие, что такое синие, об этом как раз говорит много Вера Кушнир, Березов, перечисляем Никитин. И белое, ну, белое, это, ясно дело, там, греханов, ну, разное, которые говорят прямо о Суде Божьем. Но зачем целовать флаг? Я этого не понимаю, это же язычество уже. Но она не понимает, вот, они, может, так, кто их целовит, они не понимают, что флаг божественный. Ну, ты от себя, как апостолопал, для немощных был как немощный. Ну, ты поцелуй, привлеки их через это к Богу. Я никого целовать флаг? Ну, например, да. Я никогда не целовал и не советую. Я просто объясняю. Ну, как бы я вот имею в виду, что... Никак, и под каким видом. И в Америке детский лагерь, я там был, скаутские лагеря, и там священник на вытяжку стоят, поднимают флаг, а дают честь. Я категорически против, я просто объясняю. Объясняю. Мы где-то в одном месте ехали, но я не могу точно сказать, но, наверное, километров 10. И около дороги большие столбы, как телеграфные, бетонные, и на каждом красно-синя-белые полосы нарисованы. Красно-синя-белые, красно-синя-белые. Вот идут столбы, просто подряд, и сколько. Ничего это не значит. Говорит, а я объяснил его, и все. У нас флаг здесь на занятиях висит, и в лагере у нас есть этот флаг. Как-то отец Аким поехал с Иваном Свором. Они давно дружат, больше 30 лет. Священник, протеерей. Он звонит иногда. И заши там в магазин, говорит, ну что бы Игнатьеву подарок сделать? Да у него, говорит, он не возьмет. Ну, надо что-то сделать. Он говорит, никак. А говорит, а вот этот флаг он возьмет? И батюшка посмотрит, говорит, вот это возьмет. Ну, я когда привезли, я показал батюшке, какой флаг-то хороший. Его надо, говорит, наискосок маленько. У нас одно окно зашторено. И на него прибили у нас в общине. Здесь, в Барнауле-то. И все. Ну, есть и есть. Никто не поклоняется. Молимся мы в другую сторону, наоборот. Но это говорит не потому, что мы русские. А если бы это был какой-то английский флаг, я бы его все равно принял. Мне разницы нет, какая страна. Дело в том, что нам она, по милости Божией, дана. Флаг проповедь. Флаг благовестия. Я беру флаг от этого, начинаю благовествовать. И вся милиция, сотни офицеров замерев слушают. Я не знаю. Это иногда не понимают, кверх ногами. Когда с Белоруссии, то Беловежской пущей-то заключили, там этот союз развалить. То Белоруссия, Россия и Украина-то. Ну, утром, когда встали, А Борис Николаевич-то Ельцин посмотрел, на Кремле-то уже за ночь они вывесили флаг. А он висит вниз белым-то. Ну, он как всегда заматерился. Да что это такое? А эти, которые вешали-то... Борис Николаевич, да еще на родостях-то все выпили, говорит, и никто на это не смотрел. Да никто, который мимо Кремля идет, они не знают. Флаг-то еще неизвестен. А мы сейчас по-бешему перевернем, да и все. Вот и все. Я никогда-никогда никому не посоветую где-то в плаге целовать и прочее. Зачем? Мы целуем наше знамя, крест Христу. Знамение его, знамя, которое явится на небе. На нем распят Господь мой был. Кресту твоему поклоняемся Христе. Считаем мы молитвы. Только крест. Крест и Евангелие мы целуем, и иконы, священные изображения, и ангелы-хранители, и святых, и Божьей Матери. У нас определенно все четко, и рассуждать не о чем. Я по любой теме могу доказать, что православная церковь права, а сектанты не правы. Спасибо, Христос, Агнатий Тихонович, за общение, что уделили им влияние. Выходи на нас, особенно, как только май пойдет, уже середина дальше. Что может потребоваться чуть пораньше даже. Когда эти во сколько прилетят, я не знаю, будут. У нас коллектив должен быть собран. Которые будут работать. Платить мы никому не платим, но кормить мы будем доставать. Сами будут, может быть, или наши братья будут. У них же в домах русские печи. У нас будет нисколько не хуже, а только лучше. Мы уже там и закопали козлики пилить, дрова привезут. Сделали сдвоенные на два очка туалеты у каждого дома. Большие ямы. То есть уже работа проведена. Растения какие у братья. Ну так, мы власти закрыли лагерь. Никто не закрывал. Если будут говорить, скажите, это неправда. Никаких решений по лагерю не было принято даже. А когда они судили с 27-го, а у нас 19-го уже лагеря не было. Что они могли судить-то, когда его не было? У нас на это документ под номером. Сидела секретарь, и все это запечатано. Ну все тогда. С Богом. Спаси Христос Никита за кого-то. И Господь. Слава Христу. Слава Иисусу Христу. Христос воскрес. Молодец. Я пока трогать не могу.